МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В аннексированном Крыму ушел из жизни крымско-татарский активист Реза Абдулаев. Он скончался после тяжелой подложительной болезни. В сентябре Абдулаеву исполнилось бы 80 лет. Его похоронили в среду у Бахчисарая. Реза Абдулаев был активным участником национального движения крымских татар. В частности, во времена распада Советского Союза отстаивал права коренного народа Крыма. 31 день голодовки. Таким образом, украинский патриот из Крыма Владимир Балух продолжает выступать против вынесенного ему подконтрольным Кремлю судом несправедливого приговора в виде трех лет и пяти месяцев колонии поселения. Балуха задержали в 2016 году сотрудники ФСБ, якобы за хранение боеприпасов. Адвокаты украинского активиста считают, что настоящей причиной задержания стал флаг Украины на его доме. В Роздольнинском изоляторе временного содержания его состояние здоровья с каждым днем ухудшается. Украинские общественные деятели выражают поддержку украинскому патриоту. Володимир Балух – это человек, который совершил вызов окупационной системы власти. Украинский, который самопожертвовал собой, который не боялся в этот период, скрутный период для истории Украины, сделать вызов российской системы, авторитарной, диктаторской системы, которая окупировала наши домики, нашу батьевщину. Володимир Балух – это пример нескоренной Украины. Мы пишемся и гордимся тобой, Володимире. Мы молимся всей семьей за тебя. Мы молимся всей Украине за тебя. Слава Украине! Под контрольным Кремлю в Верховном суде Крыма свидетель обвинения в деле Евгения Панова изменила свои первоначальные показания. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Ольга Динзе. По ее словам, свидетель признала, что ранее не видела Панова на аннексированном полуострове. Следующее заседание запланировано на 10 утра четверга. В августе 2016 года ФСБ России задержало в аннексированном Крыму группу так называемых украинских диверсантов, среди которых был и Евгений Панов. Они якобы готовили теракты и диверсии на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после вернули в Крым. Бегство экс-президента Украины Виктора Януковича из Киева в Харьков в феврале 2014 года было официальным визитом. Об этом в среду во время судебного заседания по делу о госизмене Януковича заявил народный депутат от фракции «Оппозиционный блок», бывший председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Дубкин. По его словам, в Харькове Янукович планировал посетить местное предприятие и съезд депутатов своей партии. Однако Дубкин отговорил его, поскольку решил, что это может нести угрозу жизни и здоровью экс-президента. В то же время нардеп отметил, что несмотря на опасность, Янукович не должен был бежать из Украины. Пока мы с ним не расстались, все его планы были связаны исключительно с Украиной. Он не собирался никуда уезжать. Не был похож на человека, который собрался бежать. Единственная оговорка, он мне сказал, что для того, чтобы не провоцировать ситуацию, чтобы не было эскалации, не было повода ни у кого, ему нужно будет с рабочими визитами побыть в нескольких регионах нашей страны. Когда я узнал, что он уехал, для меня это было очень большим удивлением. Я понимал, что что-то случилось такое, чего он даже не мог предугадать. А уже в четверг защитники Януковича предлагают провести в рамках судебного заседания телемост с Крымом. В частности, планируют допросить экс-командующего военно-морскими силами Украины Юрия Ильина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в рамках визитов Соединенной Штаты Америки обсудил с заместителем главы Государственного департамента США по вопросам Европы и Евразии Аароном Оэсом Митчеллом пошаговое возвращение Крыма и Донбасса. Об этом глава украинского МВД сообщил на своей странице в Твиттере. По словам Авакова, также они обсудили с представителем Госдепа создание в Украине единой международной платформы по борьбе с организованной преступностью, в частности с российским криминалом. Кроме того, во время визита Аваков встретился с директором ФБР Кристофером Реем, с которым был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. В акватории Черного моря вблизи населенного пункта Харлы задержали браконьеров, оперативники Азова Черноморского регионального управления, совместно с пограничниками Херсонского отряда обнаружили на берегу 5 человек с выловом рыбы. Ее в этот момент как раз выгружали из лодок. Во время осмотра пограничники обнаружили вблизи береговой линии также два автомобиля и лафет для транспортировки плавсредств. В ходе проверки установили, что часть улова – это краснокнижная порода рыбы. Предварительная сумма нанесенного государству ущерба – 950 тысяч гривен. Кабинет министров предлагает президенту. Петру Порошенко перенести профессиональный праздник – День пограничника Украины на 6 мая. Соответствующий проект указа принят на заседании правительства в среду. Согласно пояснительной записке, сейчас День пограничника отмечается 28 мая, что является орудиментом советской эпохи, поскольку в этот день в 2018 году была создана пограничная охрана Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Отмечается, что изменение даты праздника на 6 мая – День святого великомученика Георгия – будет иметь духовно-патриотическое значение для личного состава Государственной пограничной службы Украины. Забрать, сломать и отдать. Возврат захваченной во время оккупации военной техники из аннексированного Крыма в 2014 году занял всего несколько месяцев. За это время Россия отдала лишь малую часть боевой техники, кораблей и катеров. Все, что передавалось на материковую часть Украины, было приведено в состояние, требующее большого ремонта. Многое было просто уничтожено. О так называемом «жести доброй воли» со стороны оккупационной власти смотрите далее. Процесс передачи и вывода техники из Крыма в 2014 году был сложным. И начинался он очень тяжело. Еще у всех в памяти были свежи воспоминания о захвате кораблей и воинских частей так называемыми «зелеными человечками», а по сути российским спецназом. Россия одной рукой отдавала, другой протестовала. Основная причина – каждая сторона по-своему видела процесс передачи техники. «Корабли, судно, катери, які могут самостійно перейти до континентальних портів, вони повинні це зробити. Літаки, вертольоти, які можуть самостійно перелетити, вони повинні це зробити. Берегова техника, яка може пошукуватися в колони, завантажитись і переместитись встановленим порядком по визначенным дорогам, по визначенным маршрутам до визначенных пунктів базування, вона повинна бути самостійно». «Это стало системним затягиванням процесса. Цель – уничтожити бойовий потенціал і не дати возобновитися Україні в короткі сроки». «Ми розуміли і в 2014 році, що жеста доброї волі, чудо не буде, буде максимально зроблено все для того, щоб техніку привезти в виненалежність». «Українську военну техніку в Криму перед передачей окупанты умышленно виводили із строя. Так були розграблені машини Бахчисарайського автомобільного батальйона ВМС України. Росіяни самі приняли рішення і сформували 45 ешелонов, куди загрузили то, що їм не потрібно було, в тому числі і металлолом, требуючий утилизації». «Ми приймали цю техніку в Миколаїві, ми фіксували зразки російської техніки, які очікували утилизації чи списання. Тобто вони навіть не вдосудувалися російські пропори, які намалювані були, і емблени, які були намалювані на береговій п'ятниці, навіть їх стерти чи зафарбувати». Ещё і обіцяли, що після їх якобы ремонту она більше їздити не буде. Так і вийшло. Більша частина машин не могла своїм ходом доехати без буксування. Її тянули на тягачах і тросах. Корабли прибыли в порти не в лучшем состоянии. «Пошуково-рятувальне судно «Донбас», електронне судно «Шостка», «Танкера», «Фастів». Там було видно, що без руки Російської Федерації там не обійшлось. Як-то є таке висловлення – «Мамай» пройшов. Не один з кораблів самостійно не міг виконувати завдання». Більше всього від руки оккупанта пострадав именно «Донбас». Я зійшов через Накавчу і я був вшокований. Розбите поміщене ілюмінатори в декілька приміщеннях. Це треба знати. Це дуже товсте таке скло. Його просто так не розіб'єш. Розбиті потрощені каюти, потрощені переборки, потрощене устаткування, яке тільки було на ГКП. Взагалі було страшно заходить. Знищено все. Я так розумію, ломами або кувалдами. Спрямовано били, добивали те, що було не добито, мабуть, там, під час захоплення Криму. 16 іюня 2014 року стало последнім днём вивода техніки. Тоді російська сторона усно, а затем письменно, сообщила о прекращенні передачі техніки в односторонній порядці. В результате вместо 49 кораблей-катеров і суден обеспечення военно-морським силам вернули 32 единиці. Вадим Хлюдзинський, Елена Солонина, Александр Прозоров. Новости ЮАКРЫМ. Забытая страница історій, або український блицкрик Петра Балбачана в Криму. 100 років тому состоялась одна із найбільше героїческих воєнних операций в історії українського війська. В 1918 году армия Украинской народной республики во главе с полковником Балбачаном совершила военный поход на Кримский полуостров. Главными целями операции было свержение большевистского режима, взятие под контроль Черноморского флота і включення Крима в состав ОНР. Буквально за 5 днів українська армия освободила Сиваш, Джанкой, Симферополь і Вахчисарай. Однак із-за конфлікта з Союзно-Германською імперією Балбачан был вынужден покинуть полуостров. Історія столетній давності хорошо демонстрирує, що Крим считався частиною України. Але, як і сто років тому, сьогодні полуостров знаходиться під окупациєю. Именно кримському походу Балбачана і посвящена нова книга історика Сергія Громенка. Тисяча екземпляров буде передана українським бібліотекам, а кримчане змогуть ознакомитися з електронною версією книги на сайте Українського інститута національної пам'яті. Дуже сильно наблизилися до паралелей з минулим століттям. У нас знову Крим перебуває під іноземною окупацією, яка стверджує, що це не окупація, яка стверджує, що це є свідомий вибір кримчан. Ми знову знаходимося в стані дискусії щодо майбутнього устрою кримського півострова, так само, як наприкінці 17-го, на початку 18-го року. І знову питання статусу Криму і статусу кримсько-татарського народу в складі України сьогодні дебатується, хоча може і не так, і не в такий спосіб, як 100 років назад. Национальний банк України планирує випустить 25 апреля пам'ятну монету Автономна Республіка Крим із серії області України. Об цьому сообщається на сайті Нацбанка. Це монета номиналом 5 гривень. На її аверсі будуть розміщені малий господарський герб України, від Ханського дворця у Бахчисараї, гори Аюдагу і Альтанки на території древнього Херсонеса. На реверсі помістять стилизовану карту України і надписи Автономна Республіка Крим і Україна. Общий тираж монет составить 45 тисяч штук. Її фактический номинал 44 гривні. На цю минуту це все новости. Всі в студії була Елена Солоніна. Следуючий выпуск новостей уже в 19.00. Оставайтеся з нами і підписуйтесь на ЮАКРІ ФСБУ. Дякую. 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 Дякую.